Северная Корея это не шутка, это одна из самых ужасных стран в мире, самая закрытая, отставшая от времени и просто страшный сон для современного человечества, ведь на этом маленьком клочке земли люди и понятия не имеют о внешнем мире, и как вы понимаете, это далеко не самое страшное. И зараз в этом видео мы разберемся, как и почему так получилось, ведь это весьма актуально. Немножко истории. В 17 веке Корея была под контролем Китая, а в 1910 году оказалась завоевана Япония. Под японским управлением страна прожила до окончания Второй мировой войны, а после нее Корея была разделена на Северную, которая контролировалась СССР, и Южную, спонсируемую США. Страны таки не смогли договориться о том, что же сделать с этим полуостровом, из-за чего местные стали формировать собственные группировки, которые хотели власти как над Югом, так и Севером. Вскоре между ними разгорелась война, по ее окончании КНДР закрылась от внешнего мира, сохранив связь по понятным причинам лишь с СССР. Уже тогда режим там был строгим, а когда СССР распался в 1991 году, в Северной Корее начался страшный голод, что привело практически к полной изоляции страны. Установилась смертная кайф за пересечение границы, власти наладили систему трудовых лагерей, и сформировалась полная слежка за гражданами. КНДР всерьез взял курс на построение абсолютного коммунизма, но думаете, что это все ограничения, которые там есть? О нет. Простым гражданам в полной мере запрещается выезжать за границу, это могут делать только политики или профессиональные спортсмены, без специального разрешения нельзя даже поехать в другой город, и наказание тут в основном смертная казнь. Но на одном человеке все не заканчивается, ведь режимом предусмотрено правило трех поколений. Если вы совершили преступление в Северной Корее, то накажут не только вас, но и бабушку, дедушку, родителей и детей. Такой закон был создан, чтобы люди не сбегали из тюрем. Личная жизнь, а вернее индивидуальность, тоже под жестким запретом. Мужчинам доступны лишь 28 стрижек, и все они утверждены правительством. Забавно, но в этом списке нет прически лидера государства Ким Чен Ына, ведь по его словам, она должна оставаться уникальной и быть только у него. Женщинам же запрещено носить волосы длиннее уровня плеч, и аналогично необходимо выбирать лишь разрешенные варианты причесок. То же самое касается и маникюра. Жители страны могут читать, слушать и смотреть только то, что позволяет им государство. Любая религия под запретом, а за ее использование последует смертная казнь. В КНДР, а точнее у режима, что там установлен, присутствует жесткая неприязнь ко всему западному миру. Провезли новый фильм с Ди Каприо в тюрьму. Решили почитать новую книжку любого европейского автора в тюрьму. Все запрещенное, запрещенное навечно, ведь даже через интернет ничего нельзя найти, ибо он тоже строго урезан. По телевизору показывают только три канала, и естественно, весь контент контролируется правительством. Например, был случай одного беженца, который смог перебежать на южную сторону. Пограничники рванули след за ним и начали стрелять. В итоге южным пограничникам тоже пришлось открыть ответный огонь. После этого случая в Северной Корее говорили, что солдаты, мол, наоборот, хотели помочь, ведь беженец случайно зашел на чужую сторону, а солдаты Северной Кореи пытались ему помочь. Резюмируя это все тем, что его на южной стороне якобы схватили и похитили. Если вы каким-то образом решили съездить и своими глазами посмотреть на все эти ограничения, то будьте готовы к тому, что на таможне у вас будут проверять всю музыку, фильмы, фотографии и так далее. Если все в порядке, то милости просим, если нет, то до свидания. И при этом всем неудивительно, что в Северной Корее около половины всего населения живет за гранью бедности, а 30% детей отстают в развитии из-за недоедания. ВВП на душу населения составляет 1800 долларов, а это 197 место в мире. КНДР это будто бы совершенно другая планета, другой мир, который живет по своим законам и своему календарю. Да-да, сейчас в Корее 111 год, ведь летоисчисление там начинается со дня рождения первого вождя страны Ким Ир Сена.